это программа игра в классики программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют людям говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер когда мы говорим о войнах то в первую очередь должны вспомнить о битве за историческую память битве которая никогда не прекращается и которая всегда будет иметь первостепенное значение да конечно мы не находимся под бомбардировками но война за души и территорию продолжается и ежесекундно нашу память хотят забрать и историю переписать наше будущее зависит от того сможем ли мы отстоять наше прошлое давайте на примерах две знаковых даты мы отметили на календаре 27 января это день снятия блокады ленинграда 2 февраля день окончания сталинградской битвы два великих города и два великих подвигов ведь и блокадники ленинграда и защитники сталинграда совершили то что казалось бы совершить невозможно но давайте зададимся вопросом как их подвиги представлены сегодня в так называемом международном пространстве а вот там акцент делается исключительно на негативных вещах то есть если речь о ленинградской блокаде то следует штампы каннибализме среди населения атмосфере страха и дури высшего руководства ну например пирожные жданова уже стали чуть ли не мимо а вот если речь идет о сталинградской битве то говорят исключительно о промахах руководства скажите на милость как люди учитывая все эти штампы могли совершить то что они совершили а вот тут у запада нет объяснений сожалению запад не жаждет отвечать на этот вопрос и у того есть простая причина это нежелание выглядеть пигмеем на фоне ссср посмотрите напомню из истории европа она не только отдалась гитлеру за позор на короткий срок но вспомните к примеру как быстро пал париж но европа хуже того соучаствовала в нацистских преступлениях а вот сша до последнего решали кого поддержать в той войне и вступили во вторую мировую или как у нас говорят великую отечественную уже тогда когда ссср шли к победе до запад хочет забыть позорные страницы второй мировой войны и главное он не желает признать одной простой вещи страшной вещи нацизм это не вывих не выверт а именно что следствие западной эволюции оттого сразу после капитуляции нацистской германии советский союз постарались исключить из числа победителей а затем попытались представить его как равностепенное гитлеру зло то есть было зло нацистское было зло большевистское вот для того тратились для представления этого зла миллиарды долларов и в результате запад приравнял преступления нацистов к большевикам тех связал с ссср а советская спроецировал на россию и русских как пишет гимитант блестящий свои книги запад россия тысячелетняя война антикоммунизм часто служил превосходным поводом бороться против россии сохраняя что называется лицо действительно и иезуитская логика но и этого оказалось мало вот согласно исследованиям университета билифельд современных немецких фильмах и книгах практически невозможно встретить как солдат вермахта кого-то убивал даже на поле боя тем более расстреливал партизаны сжигал деревни все это зло списано на сс солдаты вермахта как бы ничего страшного не делали так они представляются сейчас но этого мало уже внедряются данные внимание в которых доказывается что советские партизаны сами провоцировали нацистов на жестокое обращение с населением слову именно эта ложь сейчас вкладывается в белорусские головы чтобы после происходило как примеру в прибалтике и польши где пространство и смысловое и фактическое полностью защищают от присутствия воинов-освободителей советских воинов а после представляют их величайшим злом не просто злом а злом может быть даже еще большим чем гитлер и вот в основе преобразования такой толпы суррогат национализма чему суррогат да потому что такой национализм не имеет ничего общего с национальными интересами такой национализм он раболепен и сервилин он нужен лишь для того чтобы выслужиться перед большим братом переписывая историю запад отрицает то что именно его элиты привели гитлера к власти отрицает то что первый концлагеря придумали и реализовали англосаксы отрицает то что для русских предполагалась такая же участь как и для евреев или вы не читали майн камп вот сожалению столь извращенный изощренный ревизионизм в итоге приводит лишь к одному к абсолютной реанимации зла вот поэтому черви нового фашизма уже поселились в теле того самого международного сообщества просто фашизм этот называется иначе религиозные секты радикальный фининизм лгбт диктатура все это разновидности нового фашизма давай даем не а давай давай ну а что у нас в россии ведь это намного важнее чем то что там назад какое будущее мы строим сами и какое прошлое себе нарисовали на этот вопрос к сожалению ответил печально известный мальчик коля десятниченко если кто забыл напомню это тот самый парень который рассказал в бундестаге о солдатах вермахта которые не хотели воевать в сталинграде кстати ложь это уже давно укрепилась в западном сознании в массовом сознании знаете фрицы оказывается так не хотели воевать в сталинграде что от их атак горела волга они так не хотели воевать что в одной только брянской области сожгли 1039 населенных пунктов они так не хотели воевать что 1 сентября в севастополе встретили расстрелами тысячи школьник вот так они не хотели воевать и вот почему-то архивы полнятся письмами фрицев а русских какая недочеловеков есть свидетельство совершенно чудовищного мародерства в сталинграде вот только тон писем очень быстро сменился после того как русские держали победу в сталинграде и развернули направление атаки вот тогда нацистам вдруг стало себя очень и очень жаль кстати вот если мы говорим о весьма интересном сплаве нацистской жалости и тщеславия я бы даже так сказал об сплаве ущербности и гигантизма то стоит прочесть вот эту книгу дженатана литтла толстенный том который называется благоволительность что настоятельно рекомендую к прочтению это одна из лучших книг о войне и природе зла в принципе наверное выжить хочу от войны не уйдешь от себя не уйдешь да уж при этом мы все-таки совершенно удивительная в своем милосердии страна и готовы оправдать любую подлость и простить любую подлость ведь согласитесь нельзя представить чтобы к примеру евреи так относились к нацистам а вот некоторые наши сограждане могут и пропагандируют примирение с нацизмом особенно к слову в массовой культуре вот посмотрите в новом российском кино в новой российской литературе мы все время каемся за наше прошлое мы все время пытаемся понять а чего так плохо мы жили но если все было так плохо то почему никто никогда не может нам ответить на один ключевой вопрос почему в итоге мы выстояли и победить но как минимум в ленинграде севастополе курске сталинграде вот кстати подоспела еще одна свежая кинолента о войне зоя ну как не трудно догадаться она а зои космодемьянск тут напомню кино об этой героине действительно героини не снимали аж внимание с 1944 года и вот наконец-таки попытка поговорить о зое снова вообще пожалуй именно космодемьянская образцовый пример того как менялось отношение героем прошлых лет вот смотрите сначала зоя была кумиром примером для подражания после ее стали оттеснять а в итоге как сделал это карикатурист бильжо обвинили сумасшеств и как итог современные люди вообще плохо представляют кто такая зоя космодемьянская и вот примеру один модный журнал представляет мемориал в ее честь как внимание отличная для прогулок и fashion сессий мест но я не знаю что тут больше глупости или кощунств но все-таки это опять же стандартный прием агитпропа то есть агитации пропаганды когда наших героев представляют безумцы а если они были безумцами то как бы подвиг они совершали видоизмененном состоянии а значит и вроде как и нет подвиг то иезуитская опять же логика вот статьи в ленте зоя создатели лишь обозначают подвиг зои космодемьянской показывая его и убедительно показывая как единственную альтернативу злу но к сожалению у нас нет ни в этом кино ни в другом природы понимания подвига а ведь согласитесь это ключевое в борьбе за сохранение исторической памяти ответ на вопрос ради чего во имя чего совершался подвиг вот что писал в контексте нашего разговора великий хирург пирогов жене из осажденного севастополь он писал мы живем на земле не только лишь для себя вспомни что пред нами разыгрывается великая драма последствия которые отзовутся может быть через столетия грешно сложив руки быть одним только праздным зрителем кому бог дал хоть какую-нибудь возможность участвовать в ней мне кажется в этих словах один из ключей к природе русского подвига так почему мы стесняемся своего подвига почему отказываемся от него будто от чего-то постыдным и не делаем ли мы тем самым себя заранее проигравшим ведь невозможно выиграть ни одну битву без веры во что-то выше во что-то по-настоящему нерушимое и по-своему мы тоже находимся в блокаде смысловой и у нас своя если угодно сталинградская битва за историческую память пусть не обижают данные сравнения кого-то они не кощунственные я понимаю что наше положение положение людей в сталинграде это две огромные разницы однако проводя такие аналогии я лишь хочу подчеркнуть значимость того что происходит прямо сейчас ведь проиграть в новой битве за историческую память значит предать и обесценить подвиг наших предков а вот наоборот продолжить идеологию подвига значит победить уже навсегда и у нас есть отличный для того пример вот тут я процитирую возможно неожиданно слова знаменитого киноактера марлона брандо который сказал если бы в истории америки была битва масштаба сталинградской мы бы на ее примере воспитали десятки поколений но их проблема в том что у них не было сталинградской битвы а вот у нас она была так что мешает воспитать нам на ней поколение что мешает глупость лень предательство или все вместе ну а в традиционной рубрике герой нашего времени а те кто совершает подвиг буднично совершенно безальтернативный кандидат а именно герой нашего времени да и герой на все времена мой дедушка валентин николаевич беседе участник сталинградской битвы он жив он могуч он достоин поклона и собственно ему слово желали чтобы не было это вот таких страсти не было войны чтобы не было таких ужасов военных чтобы земли люди дай бог что больше никогда не было такой войны это была программа игра в классике берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам любви и конечно терпения